Настал тот момент, когда игровая индустрия пополнилась еще одним батл роялем. Пожалуй, это ни для кого не стало чем-то удивительным, поскольку режим все еще на плаву и все еще популярен среди игроков. Признаться, я кайфую от подобного режима за счет бесконечной генерации разных ситуаций между игроками и горю одновременно за счет дурацких проигрышей. Но, несмотря на это, я просто не могу пройти мимо нового батл рояля по колде. Да, ребят, с вами как всегда Джамбо Макс и сегодня мы с вами обсудим новый Warzone 2.0. Расскажу, что тут нового, как играется и расскажу о своих впечатлениях. Но, прежде чем мы начнем, маленькая реклама. По графском возрасте, если честно, я никогда бы не подумал, что играя в игры, можно будет при этом еще и зарабатывать. Для мам и пап видеоигры это все еще бессмысленная трата времени, но годы идут, время меняется и появляются новые возможности. Недавно я узнал о такой платформе, как Legion Farm. Данная платформа создала курс, который не только прокачает твои геймерские навыки, но и научит их монетизировать. Если вдруг ты хотел бы попробовать и узнать, что это такое и как, то классный вебинар от Legion Farm по ссылке в описании как раз для тебя. На обучение тебя ждет прокачка игровых скиллов под руководством тренеров, профессиональных игроков и победителей мировых гиброспортивных турниров. Тебе помогут встать в один ряд с лучшими из лучших и самому стать супертренером и компаньоном. Legion Farm гарантирует работу на платформе и ученики также прокачают свои соцсети и получат помощь в приобретении железа. На самом деле тема очень интересная, уделяя времени своему хобби, ты получаешь работу мечты. Поэтому переходи по ссылке в описании и оставляй заявку. Ну а начну я с того, что Warzone лично для меня это одна из лучших королевских битв, в которую мне довелось играть. Я до сих пор вспоминаю те самые первые впечатления, когда после всех королевских битв, осуществовавших на тот момент, разрабы колты смогли внести что-то новое и интересное. Ну а самое главное, смогли сделать тот самый приятный темп и ведение боя. Ожидая Warzone 2.0, я был в предвкушении того, что это будет просто идеальный батл реаль, поскольку они уже имеют опыт в создании реально годной королевской битвы. Ну и к тому же, подробности о том, что нас ожидает в ней, просто не давали мне в этом усомниться. Но, к сожалению, реальность оказалась не такой уж и радостной. В первые дни игра просто отказывалась работать. Да, это можно было как-то спрогнозировать за счет того, что сюраки скорее всего лягут, но не давать игрокам из-за этого поиграть в основную версию, которую купили МВ2, это было как-то кринжовенько. И тут, кстати, можно поднять вопрос разных компаньонов для скачивания, но да ладно. Сломанные сервера, в которых у вас тп хает игроков по карте. Вылеты из игры, да, кстати, у меня это случалось, когда мы вошли в топ-10 с братом, обидно было капец. Ну а также было еще куча проблем, и уже не в первые дни. Кстати, поскольку я консольщик, мне даже отчасти повезло, что я не парился, во-первых, с регионом Стима, и не испытывал тех проблем, которые испытывали игроки с ПК, у них то рюкзак зависал, то какие-то лучи слепили, и поверьте, таких проблем, о которых говорят многие, я попросту не встречал. А проблем, как говорят, было просто дофигища. В целом, Warzone 2.0 практически такая же, как и первая Warzone, но здесь разрабы колды смогли внести много изменений, которые кому-то понравятся, а кому-то нет. Во-первых, поменялась карта, ну как ни странно. На мой взгляд, она стала еще больше и интереснее за счет еще больших активностей, и кажется, она даже лучше, особенно после той самой Кальдиеры, которая, мне кажется, мало кому понравилась. Конечно, Эверданс, мне кажется, никто и никогда не заменит, но новая карта тоже довольно-таки неплохая. Признаться, в первых катках она казалась настолько огромной, что в течение, наверное, минут 15 мы не могли даже с кем-то сблизиться. Может быть, это была проблема в том, что игроки вылетали, может быть, еще в чем-либо, но первое впечатление было именно такое. После уже трех дней игры так казаться перестало, и игроки попадаться стали теперь практически везде, что иногда даже проехать спокойно нельзя. На карте, как и прежде, разбросаны контракты, с помощью которых вы можете либо подкопить себе деньжат и лута, ну а также теперь на карте появились зоны с ботами, которые открываются в определенные моменты, и которые желательно залутать, дабы обзавестись противогазами, бронежилетами и рюкзаками, ну а также подсветить ближайшую зону с помощью маленького БПЛА. Кстати, о рюкзаках. В новой части лутинг стал немножко другим, и если же у нас изначально был общий рюкзак, который вмещал в себе лишь патроны, оружие, то тут теперь вы можете подбирать что-то еще и сверху. К примеру, больше бронепластин, больше всяких перков, патрон сверху и так далее. Мне лично это понравилось, ибо мне никогда в варзоне ничего не хватало, и я всегда делал выбор, что же взять. А тут я могу просто с собой взять три комплекта бронепластин сверху, пару каких-нибудь киллстриков и идти себе довольный. Единственное, нужно просто запомнить, куда нажимать, чтобы поделиться с товарищем предметами, или же просто их активировать, ну то есть добавить их в основной лут, который активируется с помощью кнопок прям в поле боя. Если говорить о системе лутинга в общем, то на мой взгляд она стала чуть хуже за счет багов подбора того или иного предмета. Да, порой это сделать иногда сложновато, ибо нужно еще подобрать нужный угол для того, чтобы его взять. Ну, как по мне, это не очень. Да, скорее всего, они просто пошли в реализм, да, что предметы лежат теперь на полу, но, как по мне, если бы они просто висели как в каташке, как раньше в варзоне было бы все равно нормально. Изменением подверзся тут и ГУЛАГ, который теперь происходит с битвами 2 на 2. Я не имею в общем каких-то жестких претензий к этому, но тем самым он стал чуть сложнее, если в твоей тиме играет Нубас. И стоит отметить, что при одновременной кончине вместе со своим напарником на поле боя, есть вероятность, что вместе в ГУЛАГе вы не попадетесь. И, как по мне, это тоже не очень, поскольку лучше все равно играть со своим братюней, нежели с рандомным челом. Кстати, в игре остались те же самые магазинчики, в которых можно как раз и купить те самые БПЛА, ну, то есть, киллстрики, воскресить союзников, но, в отличие от первой части, тут ограниченное количество товаров, которые вы можете купить. К примеру, купили БПЛА, все, конец на один магазин, один БПЛА. На мой взгляд, они правильно сделали, и сделали они это ради баланса и появившегося рюкзака, в котором можно было попросту накупить кучу БПЛА и ездить спокойно по карте. Насчет пластин я тоже хочу похвалить разравов, поскольку они ввели сейчас не три уровня бронежилета, а всего два, поскольку это в большинстве ситуаций не дает крайне большого преимущества, как это было, например, в первой части, для тех, кто нашел броньку с тремя ячейками, перед теми, у кого всего лишь одна. За это как бы просто респект и тоже спасибо. Хочу здесь отметить и коннект, и тут у меня лично также респект разравам, поскольку каким-то чудом спустя столько лет они его сделали плюс-минус нормальным. Да, лично я в Warzone, особенно ближе к середине жизненного цикла, страдал от того, что меня попросту перестреливали. Тут я чувствую себя вполне комфортно, и даже есть шанс замочить целый схват. Очень надеюсь, что с каким-нибудь обновлением они просто это не сломают. Помимо всего, в Warzone 2.0 вложили очень много сил и в коммуникацию между игроками, и теперь игра нас подталкивает на то, чтобы все могли договариваться. В том же ГУЛАГе, помимо боя 2 на 2, в определенный момент на карте появляется Джиггернаут, который либо может помочь одной из команд выйти на волю, то есть загасив противоположную, либо же игроки могут договориться при помощи общего чата и совместными усилиями повоевать не против друг друга, а против Джиггернаута. И после победы над ним, из ГУЛАГа все выходят живыми. Как по мне, это очень клевое нововведение, которое интегрирует еще больше забавных и интересных ситуаций, ну а также дает возможность подтянуть свой навык убеждения. Такая же тема с коммуникацией есть и на основной карте, и там даже есть такое, что в случае вылета какого-то игрока с твоей темы, ты можешь якобы позвать человека, который остался один, ну или находится возле тебя. Конечно, я эту фичу все еще не юзал и не знаю, как она работает на самом деле, но по идее это прикольно, когда игроки, которые должны по сути поубивать друг друга, могут договориться и объединиться, чтобы поиграть вместе. Это должно по сути решить и проблемы с вылетами рандомов, и в то же время опять же идет в пользу генерации ситуаций. Но мой вам совет, не пытайтесь играть без своих друзей, то есть с рандомами. Как по мне, корольская битва это тот режим, который раскрывается именно когда вы играете вместе со своими братюнями. Кстати, еще забыл упомянуть, просто когда я смотрел другие обзоры, мало кто про это вообще говорил, но в Warzone 2.0 появилась новая фича, которая позволяет допросить лежачего соперника. Ну, для того, чтобы он спалил на карте оставшихся союзников. Конечно, фичу эту юзаешь очень редко, потому что тебе могут просто нокнуть, да, но когда ты играешь с квадом, и если вдруг он отбежал далеко от своих, это очень-очень полезная фича. Стоит отметить, что в Warzone появился еще режим от третьего лица, и на мой взгляд, это не особо лучшее решение, поскольку это выглядит не как полноценный общий режим, а режим, сделанный для галочки. Да и к тому же режим позволит больше крысить, ибо благодаря третьему лицу у вас становится больше угол обзора, и то есть вы можете просто даже не выходить из угла, а всех проведать. В этом обзоре, пожалуй, я не могу еще не упомянуть режим DMZ, поскольку он тесно связан с Warzone 2.0, входит в компаньон и также является бесплатным. Признаюсь честно, первой катки я не понял от слова вообще. Куда, что, зачем, почему, и на мой взгляд, этому режиму реально не хватает обучения, или какого-то введения в курс дела. Вы респоуните в рандомной точке, и выполняете задания, которые вы взяли на рандом в меню. Только помимо того, что на карте бегают еще где-то живые игроки, большую ее часть заполняют боты, и весьма не такие простые, я бы сказал. Да, кучу раз бывало такое, что мы просто от них помирали. Кстати, очень странно, что в скваде максимум человек 3, не 4, и не знаю, чем связано это решение, но да пофиг. Вообще, изначально данный режим, по слухам, должен был напомнить Тарков, и примечательно, что его вообще никак не пиарили, и до самого конца никто не понимал, что это за режим. Но в целом при релизе ситуация не изменилась. Все до сих пор не понимают, что это за режим. На мой взгляд, самая главная задача, кроме выполнения поставленных миссий, с помощью которых качается опыт и качаются ваши оружки, это добыча оружия М13Б, которое нигде, кроме как этого режима, вы не разблокируете. Чтобы разблокировать это оружие, вы ищете на карте Химика, идете к нему, кое-как его там выносите, ибо он находится в зоне под радиацией, подбираете его пушку и пытаетесь с ней эвакуироваться. И если повезет, то эта пушка будет у вас в мультиплеере и в следующих катках ДМЗ. Ну, пока вы ее не потеряете. Кстати, маленький лайфхак, чтобы добыть пушку для всех членов команды, и каждый раз не бегать убивать Химика. Советую просто выбросить это оружие своему товарищу и эвакуироваться, и она будет доступна у него. Только знайте, что, исходя из того, что игра сырая, может быть и такие вот ситуации. Как она выглядит, хоть покажи визуально. Вот, серьезно. Вот, давай Диману сделаем, чтобы он успокоился, блядь. Куда я, вот. А где? Не поняла. Где, блядь? В остальном, если честно, я не обнаружил какого-то мега прикола в этом режиме, ради которого хотелось бы сюда возвращаться снова и снова. Скорее всего, это просто такой человой режим, в который ты изучаешь карту, пытаешься выполнить миссию, да и просто свободно проводишь время. Ну, что-то типа песочницы. Я думаю, что фанаты Хейла это должны оценить, ибо тут одну и ту же миссию можно выполнить разными способами, могут закончиться патроны, ну и так далее. Мне почему-то кажется, что с течением времени, возможно, каждый новый сезон, можно здесь будет открывать новые пушки. Именно в этом режиме будут проходить какие-нибудь ивенты, ибо делать ивенты в Warzone в виде Годзиллы, но это был вообще кринж. И если это будет действительно так, то этот режим расцветет со временем, поскольку именно какие-то глобальные миссии по открытию расцветок, пушек, может быть, оперативников, повысят смысл заходить именно в этот режим и сделать его намного прикольнее. В целом, в Warzone 2.0 у меня остались не лучшие впечатления за технической составляющей, поскольку вылеты, баги, это всегда создает негативные эмоции от игры, но если ее начать сравнить с первой частью, то она также не особо скакнула вверх, поскольку именно в версии 2.0 воспринимается как решение проблемы с отдельным компаньоном, который весит до сих пор 100 гигабайт и который нельзя скачать отдельно от MV19, и, пожалуй, воспринимается как второй раз байт на покупку тех или иных скинов, ибо все, что вы купили в Warzone 1, не перенесется в Warzone 2.0. Это как бы логично, потому что Warzone 2.0 привязана к новой части MV2, ну, типа вот такая вот многоходовочка, типа, чуваки, ничего не можем сделать, Warzone новая, поэтому покупайте за одну скины. На самом деле, я очень надеюсь, что Warzone 2.0 она проживет намного дольше, чем первый Warzone, и ее не сменят для Warzone 3.0, 4.0, потому что заново каждый, ну, условно, там 3 года покупать новые скины, но как-то это фигово. В этом плане мне очень нравится Fortnite, потому что там единый компаньон, ты зашел в игру, у тебя вся база предыдущая, игру просто апгрейдит, добавляет какие-то новые элементы, и, то есть, нету каких-то, вот, опять же, отдельных компаньонов, которые бы тебя отрезали от того контента, который есть в первой части. Поэтому Warzone 2.0 это просто новый этап, в котором мы будем и дальше занимать топ-1, покупать скины, и надеяться на то, что с очередным обновлением игра попросту не сломается. Вот такое вот у меня мнение о новом Battle Royale. Не могу, кстати, сказать при этом, что она мне крайне как-то не понравилась, неплохо, но вау-эффекта она не вызвала, и это нормально, ибо это не какая-то новая королевская битва, а просто, просто более серьезный апгрейд старой. Обязательно пишите свое мнение о данной королевской битве, что понравилось, что нет. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, и до новых встреч. Пока-пока.